ну что ж всем привет дорогие друзья с вами джокер и вот она долгожданная серия про мой механический дом и так давайте приступим не будем долго разговаривать сразу же начнем ну для похождения пойму похождение по моему дому нам понадобится редстоун факелы и редстоун все принципе это все вот он мой дом он там находится вот но как же мы попасть сначала ты когда будете идти вы не заметите прохлад ничего не будет заметно ничего не видно нигде как же мы все-таки попасть а мы подходим к этому дереву ставим сюда красный факел у нас открывается такой проход мы спускаемся вниз и здесь тупик и такая кнопка ну эта кнопка это просто закрываем вот эту дверь вот эту или здесь еще тоже давайте нажмем вот все закрылось но как же сюда все-таки попасть а чтобы попасть не ставим сюда красный факел у нас открывается подобие такого портала выбираем красный факел можем зайти сюда нас телепортируют дом вот так вот дом это телепорт назад а это кнопочка у нас уже примерно позже здесь мы можем включить вот такое освещение одно изначально было автоматически там на командном блоке но у меня не получилось командный блок не давал сигнал я сделал от речеба и так что у нас здесь ну здесь такого ничего интересного нет здесь пустая комната здесь тоже пустая комната но к этой комнате мы еще вернемся давайте пойдем сразу сюда это у нас ванна мы заходим в эту ванну нам выдается дубка мы там моемся помоле гель вот чтобы видите мы просто нажимаем на кнопку нажимаем на кнопку и ничего не происходит ну ладно выкидываем эту губку сюда и и и и и и ванна закрывается вот такая вот ванная ну туалет я не делал так как то просто банально будет выглядеть уже многих кто делает механические дома ванны и туалет также не делал кухню еще в концу механическом доме давайте пройдем в следующую комнату вот к этому липу мы вернемся чуть позже пройдем в следующую комнату тут такая у нас развилка одна развилка прямо одна направо другая налево здесь у меня автоматические печки сюда мы заваживаем любой все что вы хотите давайте пережарим допустим 7 вот она поступила и давайте возьмем угла и нажимаем отправить вот мы слышим что звуки вагонеток и через несколько секунд у нас начнут загораться лампочки так мы смотрим потом я уже поступил я уже просто доверял причем так я чё-то немножечко не понял либо я а да это это все таки это да 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 в общем это это сувенина была они эти лампочки очень быстро загорается можно даже не заметить они очень быстро загорается в общем давайте пойдем дальше дальше у нас это зелеварочная кома в общем чтобы начать парить зелье нам нужно нажать на бородавку вот и нажать на старт у нас начинает твориться зелье когда оно начнет приготовиться начальное зелье у нас загораться эти лампочки это мы можем выбирать любые ингредиенты так что будет вот все загорелись дальше мы можем выбрать любые ингредиенты давайте выберем получив глаз опять ждем пока она готовится так я вообще не знаю какое зелье вот дальше мы можем выбрать себе вот такие вот такие вот такие вот такие вот такие вот такие вот цветопыль я не знаю вообще какой зелье получится поэтому в общем вот дальше мы можем выбрать либо будет там готовое зелье либо улучшить его добавить порт ну давайте выберем выбрать готовое и у нас вот в этом сундуке сейчас в скором времени должно появиться готовое зелье да вот она появилась не мелкое зелье без эффекта зелень я взяли варенье не очень разбираюсь поэтому вот такая вот зелеварочная комната и давайте пройдем в другое место поднимемся мы на второй этаж здесь такой вот он поднимает нас быстренько также он может нас спустить и он нас так потихонечку спускает эту схему придумал я дальше что мы видим здесь у нас есть такой проходик и здесь такой рычаг он включает такое освещение прикольное силы по всему этому коридорчику я его выключу что будет лагать жестко вот давайте пойдем вот сюда сначала здесь у нас такая комнатка ну дверь 3 на 3 открываем нажимаем кнопку она открывается тут мы входим в комнату здесь можно включить свет вот так же это автоматически печка еще одни и нажимаем полону для уголь не положили вот теперь вот давайте положим уголь у нас тут пережаривается и все у нас придет вот в эти сундуки давайте сейчас подождем пока оно пережарится вот итак смотрим оно не пришло почему то я не знаю почему наверное там воронки сбились ну ладно не судите это строго поскольку я уже доделывал удобную скорую руку не мог забывать про много много мелочей и всяких вот дальше у нас такой нищебродский диванчик вот так тут можно также столики включить вот такие вот можно посидеть двумя столиками также здесь можно включить аквариум вот такой аквариум вот вот но вот этот рычаг мы наверняка уже заметили если мы нажмем у нас у нас появляется уже королевский диванчик такой вот не нищебродский а королевский и там телевизор появляется и мы можем посидеть там посмотреть футболу попить пиво с друзьями и прочее в общем нажимаем на рычаг это все благополучно скрывается дальше я так для себя сделаю пометочки на дверь автоматически давайте сделаем а музыка не обычно сделаю сделать для себя такие пометочки чтоб открыть и закрыть мы нажмем на открытие вот дверь открывается и мы проходим в такую комнату это такой читательный зал тут можно отдохнуть поспать посидеть посмотреть на окружающую среду то есть там природу посмотреть всякое такое также тут я забыл выключить свет в общем так ну я не буду закрывать потом в общем так дальше что у нас а да забыл вроде ничем не примечательная местница да мы мы ставим сюда красный факел у нас открывается такой проход пустую совершенно комнату то есть пустая комната что тут может быть а тут может быть вот такой вот склад то есть здесь у нас железо там золото алмазы там звезда алмазные блоки шерсть в общем все что вашей душе угодно в общем опять ставим факел все благополучно закрывается дальше у нас здесь клуб вот такой вот клуб здесь у нас такой секьюрити стоит он нас ну не персоны он нас пропустит вот такой вот клуб у нас здесь барная стойка там можно взять каких нибудь напитков там я не знал что нибудь также можно посидеть и также у нас есть комната для диджея здесь такие всякие диджейские примочки вот также здесь есть можно поставить пластинку давайте поставим какую-нибудь пластинку вот также можно здесь включить чтобы мигал пол и потолок вот по-моему вот это да вот это у нас пол вот так вот он красиво мигает вот ну и залагов не очень-то красиво и вот и вот так вот включается мигает у нас наш потолок я не знаю почему там «часть не мигать не злада» вот вот так вот всё вот да-да-да-да-да все таки залагов вот так вот всё это красиво мигает нужно там пойти потанцевать там не знаю там потанцевать там вот и всякое другое можно поделать тут тут также такой имитатор колонок вот ну и это нужно также 음 благополучно выключить Я не стал делать там смену пола, там цвета пола, это всё банально, это уже у всех было, то есть это что-то новенькое сделал, ну всё, получается на этом себя вот таком это исчерпало, давайте отправимся теперь на двор, такой небольшой сад у нас есть, вот, тут такие фонарики, они когда ночь включены, когда день, они горят. Не горят, то есть, здесь такая беседочка, можно посидеть, отдохнуть, там такая в китайском стиле, вот такая красивенькая, также здесь мостик, лошадки бегают, можно покататься, такой прудик, здесь у нас такой мостик, ну к мостику нет, хотя, наверное, сейчас я всё-таки это сделаю, здесь у нас такой мостик, можно посмотреть на окружающую среду, вот, и телепортироваться вот сюда, если нужно, на эту кнопочку. Здесь у нас вот такая вот, как бы, трамплинчик, чтобы можно было попрыгать. Попрыгали, вот мы спрыгнули отсюда, вот, ну, чтобы вернуться, у нас просто есть кнопочка, однотайно, меня я вам пока показывать не буду. Я вам покажу один интересный механизм, вот, у нас здесь вроде ничего не замечательного, но есть и такая ямочка. Мы ставим вот эту ямочку в красный факел, у нас открывается вот такой проход, мы спускаемся сюда, вот, и здесь у нас такой вот проходик в тайную комнату. Здесь у нас такая штука, у меня такая штука, если вы, допустим, крафтите, да, вещи какие-нибудь, у вас случайно вылетели вещи из верстака. Они все приходят сюда в сундук, вот так вот. Дальше, ну, сундука здесь пусто, это вещи бродские, домик маленький тайминг-комнатка, и здесь такая вот комната, не забыл здесь выключить свет. Вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот комната выглядит, когда свет выключенный, а так вот, когда включенный. Дальше у нас здесь можно нажать, выдвинуться на такие вот сундуки, тут можно взять там золото, там мазы, еду и там что-то, я не помню. Вот, и тут можно сделать такую конную броню. Нажимаем, это все благополучно скрывается. Дальше у нас чан зачарования также в этой комнате присутствует, можно зачаровать какие-то вещи. Вот, убираем, дальше это у нас зелеварочная стойка, вот тут все, ну, все, что нужно для зелеварения. Вот, закрываем, нажимаем на эту кнопку, у нас открываются печки. Здесь уголь, здесь можно там ту же самую еду пережарить, или там прикладить какие-нибудь руды. Дальше, ну, это освещение я уже забыл. Вот, дальше это у нас такая, как бы, типа мини-спальня, что ли. Можно полежать, почитать книжки и всякое такое. Вот, закрываем. Дальше это у нас музыка. Можно послушать музыку, поставить пластинки какие-то. Не знаю, что ли. Вот. И это у нас уже верстаки. Тут наковальня у нас и верстак. То есть вот такая вот комнатка получилась. Вот, выходим. А, давайте выключим свет. И выходим из такого. Эта комната уже себя исчерпала. Дальше, чтобы выйти... А, да, мы же тут можем еще открыть эту и закрыть. Ну, не открыто и оставим. Вот. Как, чтобы выйти, мы нажимаем на эту кнопочку. Ждем несколько секунд. И мы появляемся вот здесь. То есть нас выстрелили... Нами выстрелили вот сюда. Вот. Также давайте вернемся назад. Чтобы вернемся назад, у нас есть тут такая Таня кнопочка. Вот она. Мы нажимаем на нее и мы возвращаемся на опять этот причал. То есть на трамплин. Нажимаем еще раз и мы здесь. В общем-то, давайте отправимся теперь в лабораторию. Чтобы пройти в лабораторию... Кстати, как я говорил вам, фонарики потушены. Уже днем, они потушены. Чтобы отправиться в лабораторию, мы ставим красный пакет вот сюда. У нас скрывается такой проход. Мы заходим у него. Здесь у нас встречает вот такой вот коридор. Мы сюда заходим, останавливаемся здесь. У нас... Ну, как знаете, в космосе, когда там вас очищают от радиации, там, не знаю, когда вы вам с космоса заходите в космический корабль, и вас там очищают. Вот, вот такой вот у меня сделал такую штуку. Дальше у нас тут дверь с паролем. Вот такая дверь в черно-желтых тонах. Вот, пароль у меня простой. Вот такой пароль. И здесь у меня кнопка сброса. Там пароль. Вот, тут также можно открыть и закрыть. Давайте закроем. Вот. Тут нас встречает такая комнатка. Это лаборатория. Здесь мы можем включить свет. Это телепорт назад. Дальше сюда идем. Ну, здесь такие, типа, лабораторные всякие штуки. Вот. Здесь мы можем проверить, какой дробь выпадает с какого моба. Допустим. Ну, давайте я включу легкий режим. Нажмем зомби. Вот он горит. Допустим. Из него гневая плодит. Пусть выпадает. Нажимаем скелет. Нажимаем. Он тоже горит в лаве. Но также он у нас стреляет еще один раз. И стреляет. И из него выпадают кости и стрелы. В общем, вот такой вот механизм тоже. Также мы здесь можем отслеживать, какое зелье, на какого моба как действует. То есть, допустим, вот это зелье. И вот этот вот моб. Давайте зомби. Тоже самое выберем. Вот это нужно легкое. Вот. Ждем. Тут нужно проверить, появляется зелье. Там уже, по идее, должен появиться моб. Так. Какого фига у нас не появился. Ага. Да, да, да. Я же забыл. Совсем. У нас нужно сделать вот так. Два раза лежать. Так. Не понял. А, в общем, можно так сказать, его возьмем. В общем, нажимаем. Отходим. Вот. И мы можем так же, вот у нас его начало отравлять. Мы можем взять меч. И проверить, со скольких ударов мы его убиваем. Мы убили его с трех ударов. И положить назад мечтать не можем. Так, давайте. Назад все поставим. Все-таки там, я не знаю, в чем проблема. Я это постараюсь править. Как же я уже сказал вам. Много недочетов маленьких в этом механическом доме. Я их не исправлю. У вас уже карта будет нормальная. То есть все. Дальше мы спускаемся вниз. Тут такие стойки и пустая комната. Я не знаю, что здесь сделать. То есть портал ватт я не делал. Не стал делать. Зачем мне нужно. Пока что. Я не знаю, что тут сделать. Вот такая вот пустая комната. Но если мы поставим сюда. То у нас строится такой проход. Здесь нам нужно. Здесь такая дверь. Нам нужно поставить сюда красный пакет. Вот так вот она откроется. Прикольно. И здесь вот такая вот. Как бы. Сейф в лаборатории. Здесь у нас всякие мобы. Вы знаете, такое как криокамеры. Вот такой вот план. Я такого плана сделал у себя. Здесь. И здесь всякие штуки для зелеварения. В общем, не так вот. Чтобы закрыть эту дверь. Просто убираем пакет. И все. У нас дверь закрывается. Выходим отсюда. И убираем здесь краском. Дальше у нас вешаем. То есть теложим краском вот сюда. У нас строится такой проход. Но он тупик. То есть тут тупик. И здесь нажимная плита. Мы нажимаем нажим. Ставимся нажимой плиту. У нас устанавливается спаунг-поинт. И мы появляемся на паркуре. То есть давайте быстренько паркур пройдем. Кройтем. Вообще, чтобы сильно времени не тратить. В общем-то, здесь у нас небольшая такая паркур комната. Тут так, допустим, прыгать. Так, так. Тут надо как можно быстрее пройти. Потому что тебя здесь оттолкнет. Вот. И здесь так вот пропрыгать. Здесь тоже самое. Вот так вот пропрыгать. Ну и, ай. Давайте это, кстати, вещи все повыкидываем. Мне не нужно, мне только рост. Вот. Вот. И мы выходим. Нам выдается один алмаз. И мы появляемся вот в такой пещере. То есть вот, прям под вот этой вот штукой. Вот. Ну что ж. Весь второй этаж себя уже исчерпал. Вот. Давайте. Так. Мереть. Стон мне все-таки нужно. Вот. Весь второй этаж себя уже исчерпал. То есть дом не очень большой получился. Вот. Мы спустились со второго этажа. И возвращаемся назад вот в эту комнату. Ну, про этот лифт я вам расскажу позже. А пока мы вернемся вот в этой вот комнате. Здесь вроде ничего не примечательного. Но, если мы поставим сюда красный факел. Станем вот сюда. Кроется вот такой проход. Нас начнет спускать вниз. Здесь нас, короче, так вот, как бы, проталкивает вперед. Вот. И мы спускаем. Попадаем в такую трубу и попадаем в такую комнату. Здесь моб-арена. То есть я заделал под такую пещеру ее. Да, кстати, сколько мы уже снимаем там. А снимаем мы уже 23 минуты. Вот. Тут такая вот комнатка. Небольшая. В общем, здесь мы можем выбрать. Зачалить вещи. Да, во-первых. Вот. Так же мы можем взять себе любую броню. То есть давайте возьмем, допустим, себе алмазную броню. Вот нам выдался алмазный меч. И выдался... Наггетс. 32 наггетса. И мы остановимся сюда. Вот. И нас... Начинает одевать. Вот. Ну почему бы мы себе до конца одевали? Ну я возьму, это ладно, с креатива. Это я же говорю вам. Будет исправлено. Обещаю. В общем. И давайте я вам покажу, наверное, первую. Всего здесь две арены. Вот. Арена 1 и арена 2. Ну, мы отправимся на арену 2. Мы попадаем в такую пещеру. С таким дисплеем. То есть... У нас начинает... Сейчас пойдет отчет. Вот. 3, 2, 1, go. И... Открывается такая дверь. Здесь... Прямо идем на слабо арена. Здесь у нас зал славы. Джерико. Средний уровень, не знаю. Варен пошел. И здесь у нас магазин. Мы можем себе купить еды. За эти же наггетсы. Давайте себе купить еды. У меня есть еды. Давайте у нас... Давайте паутины много всех. Давайте на остановку все паутины. Потому что паутины нам надо будет. Очень стежесильно нам надо будет паутины. Вот. И давайте для показа я вам... Поставлю в креативке. Пока в креативке. Вот. Дальше у нас такая вот проблема. Здесь мы можем выбрать себе уровень сложности. Мы обыгрываем на изи. Потому что на хардбе там уже просто нереально. Вот написалась сложность установленная. И выберу зомби. Так. Теперь... Мы можем уже стартовать на бобарену. Мы становимся на тему же на плиту. Нас перемещают на бобарену. И как мы видим, у нас... Креатив... Изменились. Теперь у нас не в креативе. Сложность у нас не изменила. У нас на лёгкое. Вот начали исполнить сам мобы. Их тут будет очень и очень много. Нам надо просто продержаться определенное время. И тогда нас телепортируют в другое место. Так. Давайте. Давайте такой... Рубеж себе сделаем в защите. От зомби. Так. Паукиных игломых постепенно убивать. Так. У меня. Давайте будем постепенно убивать. А-а... Сколько лучше здесь тут. Вай-вай-вай-вай. Аренд 2-я вам показывать не буду. вы уже не сами посмотрите потому что там будет очень долго так сейчас еще сейчас если не минус этой арены она не очищается очень на как было так и если мы умрем у нас спал мы возвращаемся здесь так как у нас поставлен спал так вот у нас телепортировал назад так давайте поедем вот нас телепортировал в такую комнатку и выдалась нам еще звезда ада для чего она нужна она нужна для того чтобы когда мы дойдем сюда вообще доехать нами мы дойдем мы ее кидаем сюда у нас открывается такой проход и мы возвращаемся назад и вот как можно заметить ни одного зомби ничего не изменилось почему-то не знаю вот такая вот новая арена в принципе прикольная получилась насколько я думаю по крайней мере вот извиняюсь что запинаюсь просто не знаю даже как вам это объяснить выходим с тема в арене нажимаем на кнопку выйти и у нас телепортируют назад в эту комнату то есть вот так вот также вот арена 2 я в принципе я могу показать вот эту арену давайте я ее вам все таки покажу сейчас я бог какую-нибудь возьму вот вот такая вот арена у нас у меня получилась то есть здесь везде спавнятся могут то есть всего тут три волны они спавнятся спавнятся вам вам надо просто дойти до отсюдова вот так вот пропортировать немного вот сзади отеля рычаг и поставить его на зеленую эту штуку нажили на зеленую шерсть плюс этой арены в том то что эту арену можно несколько раз играть она очищается то есть очищается здесь как рычаги с отсюдова и появляются там рычаги так и мобы очищаются то есть все полностью сделано автоматически то есть можете потом поиграть на этой арене я не знаю что вы хотите сделать вот ну нажимаем назад телефон и так дальше идем вот в эту комнату тут у нас такой вот своеобразный лифт нажимаем на кнопку он нас так спускает вот он и спустил и здесь такая же развилка то есть здесь у нас фермы а здесь у нас различие ну и пойдем различие вот так вот открывается дверь и первое развлечение это веселая радуга давайте поиграем вот нам нужно уклоняться от этих блоков вот давайте чуть-чуть я поуклоняюсь потом покажу вам что будет если не уклониться в тепле вот давайте посмотрим что будет если не уклониться от блока нас телепортирует просто назад вот вот такая вот игра да кстати здесь я забыл заделать квакцовым блоком вот так вот это игра убей жителя помните я делал туториал по этой игре ну то есть не туториал а обзор этой игры это моя игра вот ну ладно в общем не будем этот если вы не знаете то ссылка в адаптации вот дальше у нас идет такая вот комнатка здесь боулинг вот такой вот боулинг это кнопка сброса это в общем я играть не буду вы сами можете поиграть дальше у нас здесь идет игровой автомат с определителем числа дропа то есть мы берем у меня по-моему алмазы это 5 алмазов или не алмазов я не знаю давайте посмотрим если алмазы то должны загореться тонарик да алмазы нажимаем я сказал нажимаем а да нам нам ничего не проиграли давайте еще разок собираем так так я понял языком а А, может, дезамбрулю надо? Я вот точно не помню, потому что я делал давно эту схему. В общем, не важно. Это вот такой вот автомат. И дальше у нас идёт на рулетку. Тоже я по ней делал обзор на этот механизм. Мы даже кидаем алмаз. Заходим сюда, и у нас такой фонарик, который кружится. Так, по кругу, по кругу уходит. И просто рандомно нам попадается в этот день. Вот я попался в железную мучу. Вот такой железный. Вот так, вот так, механизм работает. Также у меня здесь есть, ну, те, кто считает, тоже построят 20 выстрелов. Мы можем купить себе. Давайте подменяем так, возьмём лук и начнем стрелять. Вот, мы попали. Чуть ниже. Чуть ниже. И последний раз. Да? Да. Так. Вот, там видалось, три Казингуда. И всё. Мы всего за... Ээээ, шесть... Здесь все быстро купали, вот, миши. Вот. Ну всё, на этом на таком-то себя исчерпало. Я делал акцент на... На варенье и на развлечении. То есть, я сильно не парюсь. Другими комнатами. Нажимаем, всё, до конца, закрывается. Нажимаем, теперь сюда. Здесь у нас ферма. То есть, первая ферма, это у нас арбузы. И пик. Нажимаем на речо. Самая простая ферма. Ещё самая стандартная. На старой персерке. Выходим. Проложим всё сюда. Вот так. Дальше у нас автоматическая ферма трясника. Ну, она работает по такому принципу. Если... Сейчас я возьму трясню. Давайте. Вот так вот. Если у нас вырастает трясник здесь, то его просто поршни сбивают. Это основное на дачке на линии блока. То есть, схема простая. Судя из-за этого всё время. Я строил дом. Посмотрите, сколько у меня набралось. Вот так. Если как. В общем так. Здесь мы можем взять ботыги и остреньковский мультфиль. И здесь у нас ферма пшеница. Ферма пшеницы. Самая простая. Нажимаем на речо. В общем. И вода вся. Пшеница. Всю пшеницу и всё. Какой-то не сливают. И оно у нас появляется вот здесь. Вот начинает пшеничка. Попробить. Это вид. Попробить. В общем, нужна на речо. И вся вода у нас забирается. Так. Ваги. Ну и заладок у меня вода всё разогралось. Вот у нас пшеница проходит. Пусть семена тоже проходит. Вот. Давайте возьмём себе семена. И чтобы заседить это поле. Пустим сюда красный пакет. Открывается такой проход. Мы заходим. И засаживаем здесь всё пшеницы. Пусть вот так. Посадили на пшеницу. И всё. И можем ходить. И закрывать этот проход. И когда она вырастет, нажимать ещё раз. Вот у нас. Уже пшеница. И ростки ещё собираем. Ещё приходят даже. Вот. Извините за запущу. Выпинаюсь. Дикое землю. Извиняюсь. Вот. Ну и всё вроде бы. Да. На этом всё. На этом мой механический дом заканчивается. То есть походка он вполне механического удобства. Вот у нас такой пик. И можно его подняться по нему. Вот. Ну и всё. На этом я заканчиваю свой обзор. Обзор своего механического дома. Если вам понравился механический дом, то подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. А с вами был Джокер. Всем удачи. Всем пока.